Как-то добиться руки и сердца этой милой инопланетянки. И, разумеется, чтобы добиться этого сердца, мне нужно тут баттлиться со всеми. То есть, если на Земле ты добиваешься так, на этой планете ты должен рэпом добиваться. Старкетчер! Господи! И, что это за особа нас здесь ожидает? Ты погляди. Стоит и смотрит. Открыла рот и молчит. Посмотри-ка, да? Короче, это мод Старкетчер. Звездный захватчик или захватчик звезд или пойматель звезд. Короче, как-то так это переводится. Посмотрим, что это такое из себя представляет. Нам тут опять говорят, что мод классный. И мы можем перейти на сайт. Случайно я нажимаю кнопку и перехожу на сайт. Потому что я не понимаю, куда нажимаешь. Пресс спейс. Да иди в жопу! Дай мне игру запустить. Так, нажми Escape, чтобы игнорировать это. Окей. О, нифига, здесь даже, смотри, какая цветовая гамма прикольная. Я такое вообще первый раз вижу. Чтобы цветовую гамму меняли вот этого вот начального экрана. Нифига себе здесь как все сделано! Здесь есть туториал. А все недели поменены, кроме пятой и шестой. Офигенно, слушай. Давай попробуем туториал пройти. Он изменен ли вообще? Три, два, три... Блин, круто! Космический... Friday Night Funkin'. Хе-хе-хе. Да, эти песни все, кстати, изменены. Лев, фрай. Ну, в принципе, то же самое, только немножко другой трек. Ну, это, конечно, Girlfriend у него похорошела. Хе-хе-хе. Чего не скажешь, конечно, но... Girlfriend подросла, так скажем, как минимум. Нифига себе. Нет, туториал изменен. Я думал, что не изменен. Круто! Офигеть! Это точно туториал? А че будет не в туториале? Че-то меня сейчас... Все это пугает. Жесть какая-то. Ну, прошли. В любом случае, прошли. Там, видел, сколько всего? Видишь, здесь написано треки, которые будут играть. То есть, будут играть те же самые стреки, но, видимо, они будут изменены вот так вот не сильно. Давай на нормале проходить. Не вижу смысла играть на изи сразу. Сразу, сразу сначала лучше поставить перед собой челлендж. Посмотри-ка, батя! Ще с тобой стало? Инопланетный батя с синими глазами. И на пришеленец просто. Блин, нифига себе у них здесь треки. Прям клубняк какой-то вообще. Офигеть! Офигеть! Кайф! Кто у него интересен батя? Точнее, у нее. Батя, успокойтесь. Отдайте мне свою дочь. Я пойду на другую планету. Свою. Просто у него какой-то плащ. Крутой вообще. Видимо, он какой-то... Не знаю, главный. Он, видимо, какой-то главный на этой планете. Мне в скафандре хорошо. Видишь, мы пришли с земли для того, чтобы... Как раз-таки как-то добиться руки и сердца этой милой инопланетянки. И, разумеется, чтобы добиться этого сердца, мне нужно тут батлиться со всеми. То есть, если на Земле ты добиваешься так, на этой планете ты должен рэпом добиваться. Батя уже определит, достоин ты или нет. Вообще прикольно. Батя так, какая-то звезда. Какой-то Киркоров прям. На перфоменсах чисто. Блин, нифига, сейчас треки прикольные. Вообще кайф. Прям реально можно головой так же качать, как Girlfriend сидит. Качает. Вообще топ. Мне уже даже интересно посмотреть, как по-другому все вот эти вот выглядеть будут. Другие персонажи. То есть, слибайте такой. Скиды пам, как будет выглядеть. И это. И мамка. Прикольно. Галактическая сцена какая-то. Блин, у него плач прикольный вообще классный. Я смотрю на этот плач и прямо завораживает. Космический такой. Там солнце какое-то. Не плач даже, а весь костюм такой прикольный. И мод довольно-таки легкий все равно. Он реально довольно-таки простой. И это круто. То есть, не ощущается ничего такого. Ты чувствуешь именно легкость этого мода. И тебе легко и приятно играется все. Нифига себе! Нифига! Нифига! Мясо еще впереди, я так понимаю. Это легче, чем обычный? Ну, в принципе, да. Не, в принципе, первый уровень батии. То есть, батя довольно-таки простой. Он всегда шел простым. Я так понимаю, сейчас мамочка будет сложная. И будет сложный и скидебам. Она нормально. Ну, не сложно будет такой. Средненький. Такой и должен быть. Батя реально легкий. В принципе, батя и на харде в основной игре довольно-таки легкий. Кайфарики. Па-па-па-па-па-па-па. Это песни не из неон-мода. Вы чего, ребята? Это другие песни. Было бы понятно, если бы это было из неон-мода. Я такие песни не слышал еще. А неон-мод я проходил. Классно, когда всю игру преобразуют, да? То есть, преобразовывают каждого персонажа, уровни, треки и все меняют. Когда это преобразовывают, вот так вот, это вообще кайф. Рок-стар. Левел назывался Рок-стар, ребят. Здесь Пуки-стар. Страшная звезда. А, это видишь, типа мы путешествуем по звездам. Здесь инопланетная вайфу. Инопланетная женушка. Хе-хе-хе. Рок-стар. Ну, то есть Я не знаю, можно, конечно, перевести каменная звезда. Но можно перевести, как звезда Рока. Давай, погнали на страшную звезду. Здесь поп-звезда, кибер-звезда. Короче, классно. На нормале опять-таки проходим. Интересно, как они будут выглядеть. Нифига себе! Нифига у него шапочка прикольная. У скида. Космическая такая. Офигеть. Офигеть. Вообще преобразовали трек. Ха-ха. Круто. Прям реально потанцовываешь под эти треки. Под них реально потанцовывать. Просто на некоторые треки, которые есть, здесь, в игре, которые в оригинальной есть, они не потанцовываются вообще никак. Они прикольные, но потанцевать по них нельзя. Здесь реально можно потанцевать. Ха-ха-ха. Я даже представляю, вот эти вот танцы с форт-райта какого-нибудь. Под такие вот треки. Вообще топ. Вообще кайф. Они такие детские, как будто песенки, да? Получается, вот это вот именно как будто детское. Кайф. Кайф. Если очень сильно стараться, можно вообще без ошибок пройти. То есть шансы практически на ошибку будут нулевые, если вы будете хорошо... Хорошо внимательно играть. Три, два, один. Не фига себе. Такой человек, потом вообще сейчас будет другой трек, которого не было до этого. А мы же знаем, что это переделка просто. Блин, кайф. Круто. Блин, суперски. Я не знаю, как можно так делать, переделывать так треки? Идеально. Вот это вообще супер переделка. Какое ощущение, как будто из переделки сделали вообще новый трек абсолютно. Кайф. Блин. Нифига, она еще разгоняется? Все сильнее и сильнее, заметь. Блин, круто, очень круто. Блин, а как так они делают круто? А вообще это легально так круто делать? Подожди, у них два трека было, чё? Третий, ребят. Авторский. Вообще кайф. Вообще супер. Блин, я вот сижу на стуле и подтанцовываю. Что такое вообще? Вы где-нибудь такое в одном моде хотя бы видели, чтобы я танцевал на стуле по трек, который здесь играют? Это ж не было ни в одном моде. Вообще кайф. Найс. И приятно то, что нет слишком сильного как бы сложность не такая, какая могла бы быть. потому что по такие треки можно такую сложную забабахнуть. Они специально сделали такое, что-то среднее. Вообще кайф. Я не думал, что этот мод настолько прикольный. Ну это, наверное, один из моих любимых модов теперь. Офигеть. Ты не думал, что так круто можно сделать. Киберзвезда. Я уже даже представляю, кто там будет. Там будет Пико измененный. Да! Терминатор Пико. Ты послушай. Ты слышишь это? Офигеть. Нифига себе. Он преступник киберпанковый. Офигенно. Вообще кайфарики. Я уже жду обновления этого моды, ребят. Я не думал, что он столько круто будет. Здесь только 4 недели получается. Им еще 2 недели нужно сделать. Офигительно. Офигительно. Называется мод StarCatcher. Пловец звезд. Можно даже так перевести по-английски. По-английски. У меня, конечно, некоторые треки, вот этот вот трек довольно-таки перегружен просто сам по себе. Слишком много всякого. Но в любом случае круто. Да, у него, у него, кстати, щелка реально помялась из-за шлема. Лол. И кепка еле помещается чист такая, в упор. Прикольно. Ну, планет же какой-то едет инопланетарный какой-то. Вообще кайф. Как будто Хабиби какой-то. Это мы типа с ним сражаемся за руку и сердце этой девушки теперь. Возможно, так, возможно, нет, кстати. Я не знаю, может быть, у этого мода сюжет какой-то иной, да? Совсем иначе они здесь все придумали. Но смотрите, практически все моды поддерживают соропной концепцией. То есть, есть девушка, есть парень, который за нее баттлится, есть оппоненты у этого парня. Вот что самое странное. То есть, мало кто уходит от этого концепта. Самые даже популярные моды все равно они как-то поддерживаются именно от этого концепта. И здесь и прикол в том, что главными персонажами являются не бойфренд, главным персонажем, а бойфренд и герлфренд вместе в этом приколе. Круто. Очень круто. Ну, что там, следующее будет? Ну, подходит, вообще, реально, идеально подходят эти треки вот такому вот образу пику. Чисто терминаторские треки. Смотрите, как будто он сейчас будет нас уничтожать просто. Как будто терминатор идет за тобой. Найс. Пика 2077. И вот мне нравится то, что нет прям сильной сложности, потому что ты наслаждаться успеешь. Ты успеваешь и насладиться, и поиграть, и послушать, и все, успеваешь. Прям свое удовольствие играешь. Но все равно, давайте будем честны, практически все моды, которые делаются сложными, они практически все, ну и ладно, не все, которые делаются сложными, и с каким-то новым противником, они все становятся популярными. Именно чтобы новый противник был, новые песни, и какой-то милейший, милейший, малейший, маленький сюжетик был добавлен еще. Но даже в этих модах все равно у нас на заднем плане все время качает своей головой герлфэн. Все время с нами. Именно поэтому они как бы два главных персонажа в любом случае являются. Бойфренд без герлфренд не бойфренд, а просто обычный паренек. Логично? Логично. Ну что, ребят, последняя неделя? Здесь будет мамочка. Давайте попробуем все-таки на харде. То есть, если мы на нормале более-менее уже все прошли, давайте попробуем на харде. То есть, если мы все-таки поняли, что довольно-таки легко, офигеть, что происходит? Посмотри, какая она здесь сосная. Она еще в ком-то космосе. На ком-то корабле космическом. И на плане там эти, да, зеленые человечки 50. Офигеть, кайф! Ремиксы вообще бомбезные. И Грюхенд сидит, заметили, где? Тоже на каком-то непонятом холлерборге. Офигенно. Топ. Том за свои деньги. Ховерборд топ. Да вообще и внешка персонажей крутая. И то, как выглядит локация просто бомба. Залко мне показывать, кто там за рулем. Я только рожки да ножки вижу. Вообще кайф. тяжеловато. Не могу сказать, что прям супер тяжело, но в любом случае. Кайф. Блин. Я уже устал говорить насколько и кайфовы эти треки все. Вы наверное уже знаете, что я люблю больше всего треки мамочки из основного FNF. здесь здесь на новый уровень выходят просто. Кайф. Блин, третий трек кто вообще будет забойный мемо, пи-му, пи-му, пи-му. Кайф. Я сконцентрирован Я должен победить Круто Давай подавай Следующий трек Блин, классный у него костюм, пипец У батя был классный, у него классный Классный сасный Блин, что-то не попало Вообще Колбаса с колбас Нифига Что-то тяжело Не, ребят, что-то тяжело, я не понял Я что-то не понял, я пройду вообще Харчет тяжело дается Особенно от трека Нормально 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 Нормалды Вау Блин, наверное, дожать уже немножко осталось Ну дай дожать Ну я так и знал Я так и знал Ну кстати, мы первый раз все равно посмотрели Наконец-то мы посмотрели на анимацию смерти У нас лишь скафандр лопается Это вот шлем Но это был последний трек в любом случае Мы его, по сути, там немножко оставалось Мы бы прошли его, если постарались Я думаю, что переигрывать уже не имеет смысла Я теперь считаю этот мод Один из лучших Который сейчас существует В принципе, да Вот, когда заходишь на загрузочный экран На стандартный Вот этот вот Начальный Там сразу видно то, что Вот это вот меняется Да, вот эта вот цветовая гамма Сразу понимаешь, что что-то интересное тебя ждет Как видите Офигительно Офигительно Пока что это, наверное, один из лучших модов Давайте в топ-5 его я возьму По детализации И по тому, как Сделаны треки Визуал И по приятности, наверное По приятности игры в этот мод Одно на одном из первых мест Просто волшебно Продолжение следует... Продолжение следует...